Всем приветики! Сегодня у нас невероятно праздничный урок. Я, видите, тут немного накрутила себе волос. Пока этот творческий беспорядок у нас, пускай так и полежит, нам нужно сделать супер невероятный макияж Мерлин Монро. Все это связано с выходом мартовской, получается, уже коробочки Крыгинобок с лимитированным макияжем Мерлин Монро. Новая у меня любимая упаковка. Потрясающая Мерлин. И вот здесь вот маленький для вас всех подарочек. Это брошка, которая невероятно круто смотрится на свитшотах, белых рубашках, на черном, белом и даже на красном. Не потеряйте ее, обязательно носите, чтобы мы, так сказать, Крыгинобокс инсайдеры знали друг друга в лицо. Давайте скорее распаковывать. Это мы можем просто так аккуратненько стянуть. Вот такая вот лимитированная коробочка. Крыгин Монро, это, наверное, тот как раз пример, когда ты с полной уверенностью можешь сказать, что дива сидит в каждой девушке абсолютно независимо от ее внешних. От ее комплекции, цвета глаз или цвета волос. При грамотном макияже и прическе дивой может почувствовать себя каждая женщина. Вот над этим сейчас и будем работать. Коробочка. Открываем ее, и там много всяких разных штучек. Карточка, как обычно, она тут огромная просто в этот раз. И здесь сразу упираемся в Шанель номер 5. И во все-все-все, что не может не радовать глаз. Давайте разбираться срочно с тем, что у нас здесь в коробочке и как мы это все дело будем с вами использовать и красиво на себя намазывать. Вечная классика парфюмерная. Шанель номер 5. Это пункт номер 1. Шанель номер 5. Любимый аромат Мерлен Монро. Я не знаю, есть ли вообще люди, которые не слушали ни разу Шанель номер 5 и не знают вообще такого парфюма. Мне кажется, таких даже не существует. У меня еще Шанель номер 5 ассоциируется с ароматом пудры. И знаете что? Это мой самый любимый флакон. Вот этот классический флакон Шанель номер 5. Самый красивый ever. Ну и если верить самой Мерлен, в одном из своих интервью, когда ее спросили, что она надевает на ночь, она ответила капельку Шанель номер 5. Вот здесь вам как минимум на месяц таких капелек хватит. Дальше двигаемся. И здесь кое-что у нас просто невероятное. Это целая Russian Red помада Mark. Вообще, это у меня уже добрая традиция на 8 марта делать урок в красном платье про красные губы с участием Russian Red. Если помните, пару лет назад это был урок о том, как правильно красить губы красной помадой. Идеальный просто цвет. Я в том уроке прямо у дифирамбы пела и не перестану никогда их петь, потому что это идеальный красный оттенок, который идет абсолютно всем. И утром, и вечером, и с платьем, и с мехами, и со смокингом, и даже просто с майкой, джинсами, и кедами. Вернемся к нему в момент нанесения. Следующий наш этап это Must Have последних двух лет и фраше светленький светло-розовый карандаш для глаз. Нам он будет нужен для высветления слизистой глаза. Немного мы с его помощью увеличим объем губ визуально исключительно, выделим внутренний уголок глаз и высветлим подбровное пространство. Многие, я думаю, уже его попробовали. И если есть те, кто к нашей бьюти-секте только что присоединился, вот вам, пожалуйста, попробуйте на себе и наглядно посмотрите в уроке, как его применять. Benefit. Маленькая-маленькая малюсика с пипеточкой для того, чтобы попробовать вам новую подводку, которая совершенно отличается от всех существующих аналогов. И вообще, мне кажется, ничего подобного на рынке больше-то и нет. Вот такая вот маленькая козявка, которая запечатана здесь специальной штучкой. Вот этот резиновый дозатор абсолютно идеальный для того, чтобы чертить линию гелевой подводки. Для меня лично настоящее спасение, потому что у меня сложная дружба складывается с подводками, которые в баночке, они у меня просто высыхают. А здесь не высохнет и не нужна дополнительная кисть, средство поступает через вот эту штучку дозированной. Можно сделать тоненькие стрелочки, а можно сделать прям вауч. Такой малявки вам хватит на раз или на два, а полноразмерно. Сейчас вам покажу, как выглядит. Вот и здесь точно такой же аппликатор, но он уже очень большой. По объему своему надолго хватит. Следующий пункт в нашей коробочке это Ева. Тени, я думаю, что вам очень понравятся и очень пригодятся. Сейчас отклею вот эту штучку и покажу. Почему? Потому что посмотрите, какие они универсальные. Молочный, серо-бежевый и коричневый. Такая палетка идеальна для любого базового макияжа глаз, для коррекции глаз, даже для коррекции лица и для бровей. И достаточно удобный футлярчик с зеркальцем. Есть еще аппликатор, но вы знаете, что я только в экстренных случаях допускаю аппликаторы. Всегда используйте кисти, кисти лучше растушевывают, держат материал и бла-бла-бла. И вообще это более крутое, модное, современное средство. Пусть здесь лежит, чтобы быстро поправлять, если вдруг надо быстро поправить. Следующий у нас в списке тушь. Тушь классная у нас. Это Maybelline новая. Вот такая вот у нее щетка с разной длины щетинками с каждой стороны. Немного загнутая, подкручивающим, крутым эффектом. И очень хорошо разделяет ресницы. Получается, знаете, что то, что надо получается. Прям объема ровно столько, сколько нужно. Не перегруженные ресницы. Приподнятые от корней, очень хорошо разделенные, длинные. Что, собственно, и требуется доказать при распахнутом невероятно сексуальном взгляде. Это тушь фаворит офиса моего. Набрала она прям больше всех галочек украдена Тим. Среди последних новинок. Накладные ресницы. Вот это сейчас гордость моя будет за друзей. Смотрите, какая это прелесть. Норковые ресницы. Мейкап-то-мейкап долго готовили. Мы им помогали, как могли. Можно сказать, просто рожали они это свое производство. Но невероятно крутой получился результат. И у нас в коробочке очень крутые накладные ресницы из натурального норкового ворса. Вот такие вот. Я, если честно, круче ресниц пока не пробовала. Потому что они прям как-то сами садятся в глаз. И у них, в отличие от многих накладных ресниц, есть большой плюс. Ради которого они очень сильно парились. У них очень мягкая вот эта линия склейки ресниц. Потому что очень часто норковые ресницы, когда ты их начинаешь подрезать с края, потому что они тебе логично стандартно слишком длинные, звук такой получается. Как будто пластик режешь какой-то. И ресницы не гибкие. И их очень сложно наносить. Здесь вообще никаких проблем с этим нет. Очень гибкая ресничка сделает вас сразу же прям дивой-дивной. Следующий наш пункт это лак. Лачок для ногтей. Вообще я тут вам его уже демонстрирую. Вся такая сижу последние несколько минут. Это лак Мавала. Вот такой малыш. На эти лаки, честно могу признаться, меня подсадила Ника Белко-Церковская, потому что постоянно их покупает. Потому что лак маленький, не успевает высохнуть, не успевает испортиться. Можно много иметь. И для этого не требуется иметь огромную какую-то коробку. Я накрасила сама. У меня на самом деле с этим большие проблемы. Я вообще не умею красить ногти. Я сейчас хожу второй день. Никаких сколов и неровностей у меня нет. Я искала какой-то очень задорный красный. И из всех оттенков выбрала этот. И меня очень порадовало то, что он называется Кузько. Как домовенок Кузя. Маленький Кузько. Кстати, у меня он даже в один слой нормально покрыл ногти. Без там каких-то просветов и полосок. Я, конечно, по всей этой классике ногтевого сервиса накрасила в два слоя. Но вот смотрите, я прям секси-пекси. Следующий особый пункт для всей нашей команды. Мы тут нежно полюбили гель на брови и арт-визаж. У нас просто весь офис он пользуется. Это вот классный просто гель для бровей прозрачный. У него не очень большой объем, что позволит его чаще менять. Судя по его цене, обменять мы его можем очень даже часто. А это нужно делать, потому что он только новый, такой кристально прозрачный. Как только вы начнете его использовать, он все равно начнет собирать с ваших бровей какие-то пигменты, тени для бровей, карандаши. И гель, так или иначе, через какое-то время окрасится и станет таким бежевеньким. И вот когда он станет совсем бежевеньким, без просвета, его нужно менять. Здесь очень удобно, потому что его не нужно менять, вы его к этому времени выможете. Это примерно 2-3 месяца каждодневного использования. Ну и вообще культовый косметический продукт. Многие эксперты, которые сидят исключительно на люксе, пользуются этим гелем и дико довольны, не хотят ни на что менять. Следующий наш пункт, это патчи под глаза Skin Iceland. Это патчи Дивы. Вообще я очень люблю патчи под глаза, потому что встаю, естественно, я вот такая вот вся. И мне как-то нужно быстро всегда восстановиться, чтобы хоть как-то напоминать Диву. Это патчи Дивы не только потому, что они очень крутые по составу, от них реально видно результат. И помимо концентрата полезных штук, которые содержатся в этом патче, у него еще очень прикольная форма. Реально они очень фотогеничные, поэтому это патчи Дивы. Я бы даже сказала, что они такие очень инстаграммабл. Потому что, ну согласитесь, когда ты надеваешь патчи, ты немного выглядишь как мудак всегда. А с этими я бы даже вполне в машине ехала, и мне было бы все равно, что обо мне думают, потому что они, ну, прям какие-то идеальные по своей форме. Мы их сейчас, кстати, и приклеим, потому что уже пора нам делать макияж. Это последний пунктик в нашей коробочке. Пока я тут еще порассказываю вам о своей любви к Мерлин Монро, патчи успеют подействовать, и я вот невероятная звезда. А сейчас, пока действуют мои патчи, минутка философия на Крыгина FM. Монолог о Диве. Как вы знаете, я очень часто езжу по городам нашей прекрасной необъятной страны. Очень часто встречаюсь с подписчиками, когда они приходят в офис за своей коробочкой. И знаете, какой один из самых частых вопросов, которые мне задают? Лен, ну вот все эти рекламы снимаются на невероятно изначально красивых девушках. Вы показываете макияж, а на вас и так все хорошо смотрится. А как вот нам быть-то простым женщинам? Ну серьезно, сядьте перед зеркалом, посмотрите на себя. Вы же очень красивые девушки. Я столько девушек этой страны видела из разных регионов, разного достатка, разных национальностей. Но не бывает некрасивых женщин, не бывает женщины, которые не дива. Есть женщины, которые не готовы быть дивами, которым страшно, и этот страх нужно перебороть. Не надо бояться этого внимания, не нужно бояться комплиментов, которые вам будут говорить. Не нужно бояться быть красивой. Ваше настроение будет легче, вы чувствовать себя будете легче. У вас и на работе дела лучше пойдут, потому что вы порхать как бабочка будете, а не неподъемным грузом сидеть за своим столом. Так, 10 минут у меня здесь уже явно прошло. Сняли патчи, вот в принципе уже немножко получше. Мне кажется, мои соседи объявили мне войну. Знаете, почему я так редко сейчас снимаю уроки и снимаю в основном только по коробке? Потому что у меня ремонт питальный происходит с трех сторон. Единственная сторона, с которой не делают ремонт, это вот эта, которая прямо передо мной, потому что это окно. Здесь, сверху из соседнего подъезда, у меня поочередности играет и музицирует мне дрель. Я тут такая дива сегодня, знаете, на стройплощадке. Я немножко поплотнее сделаю тональный крем. Макияж у нас будет яркий. При участии красной помады она не терпит недостатков кожи лица. У меня здесь есть легкий тон, который у меня еще с утра. Я сделаю тон немного поплотнее. Благодаря этому в конечном итоге макияж будет смотреться, что удивительно, более естественно. Когда у нас нет отвлекающих факторов для красной помады и для такой яркой детали, как накладные ресницы, они на лице выглядят более гармонично. И поэтому не бросается в глаза, как что-то противоестественное. Немного затонирую губы, чтобы тоже не отвлекало ничего от красного. Первым делом зачешем брови. Мы их, конечно, посильнее обозначим, но чуть-чуть попозже. Начнем мы с макияжа глаз. Мардель Монру, как известно, у нас женщина бровястая. И чтобы сейчас нам не ошибиться с формой, давайте сначала сделаем полностью макияж глаз и уже относительно его дополним весь образ пышными бровями. Тени берем. Беру средний оттеночек и наношу на внешний уголок глаз. Он не очень контрастный. Вы можете быть спокойны за растушевку. Растушевываются эти тени очень хорошо. Но и благодаря тому, что цвет не слишком сильно сразу затемняет, мы можем позволить себе такие быстрые, более уверенные движения. Наша задача выделить внешний уголок глаза и прорисовать складку верхнего века. Внешний уголок глаза мы выделяем вот таким вот образом, буквально топчемся на месте. Растушевываем немного к вискам. Здесь не задирайте эту линию. Линию нам надо больше вести ровную, горизонтальную, чтобы эффект у нас получался очень мягкий. То есть вот так прям растушевываем. Кистью для растушевки еще дополнительно смягчим. Теперь возьмем тени потемнее. Приподнимем подбородок, смотрим глазками вниз. И аккуратно прорисуем складку верхнего века. Если у вас тяжелая верхняя века и она не очень заметна, то постарайтесь просто ее прорисовать в той зоне, где века немножко западает под бровную вот эту кость. Если вы наносите в правильное место, вы это сразу увидите, потому что вам будет казаться, что тени, которые вы нанесли, создают эффект настоящего рельефа. Еще раз растушевываем. Особенно посильнее у внутреннего уголка глаз. У внешнего можно более четкую линию оставить. Сразу же давайте сделаем второй глаз, чтобы у нас все этапы шли по порядку друг за другом. Не забывайте вот такой светло-бежевый оттеночек сводить еще вот в это пространство. Это очень сильно увеличит нам глаз. Его очень часто забывают, и из-за этого глаз просто сужается. Здесь нам нужно сделать объемное веко. Немного темным еще у внешнего уголка затемним. Здесь в случае чего имейте в виду. Правило такое. По чуть-чуть добавляем темного. Лучше всегда добавить, если что, потому что убавить будет гораздо сложнее. Смотрите, финальным движением мы прорисовку складки верхнего века завершаем вот таким. Смотрите. Вниз. Не к вискам, как нам привычно, а вниз. Это нам как бы визуально даст тень легкую совершенно. Полосы тут, главное, коричневые, не чертите себе. И пальчиком растушевать тоже по направлению вниз. Это нам поможет в создании такого прищура и взгляда из-под ресниц. Потому что такая маленькая тень будет визуально нам добавлять еще одну ресничку. Теперь берем светлые тени. Дополнительная кисть для этого у нас должна быть обязательно. И поплотнее прокрашиваем подвижное веко. Выкладываем тени, немного выходя на внутренний уголок глаз. Вот сюда. Также под бровями высветляем. Под бровями немножко высветляем. Для яркого высветления у нас карандашик будет. Темными тенями дополнительно немножечко совсем у внешнего уголка. И смотрите, здесь мы не соединяем, а как бы рядом выводим к вискам, чтобы увеличить глаз. Чтобы у нас еще сильнее вот здесь горизонталь пошла. И растушевываем. Здесь больше не растушевать, а перемешать между собой. Эту линию нижней тоже растушевываем, чтобы у нас оперной певицы здесь не было. Нам просто за счет теней нужно сделать глаза побольше. Окрашиваем ресницы. Здесь прям очень-очень ярко. Загибаем еще дополнительно ресницы и делаем акцент на внешний уголок глаз. Даже само движение у вас должно быть направлено вот к вискам. Туда раскладываем ресницы, как бы веером их туда. Тоже к вискам больше в ту сторону направляем. Нижний совсем немного окрасим только с внешних уголков, так же растягивая к вискам. Уже красиво, но нам нужно еще сделать брови. Давайте выровняем немного линию роста наших бровей. Немного, видите, я захожу сюда к переносице, потому что в эту сторону мы будем брови немного увеличивать. И здесь, в отличие от новых бровей, нам как раз-таки понадобится изгиб. Слишком сильно его не нужно делать. У Мердлина Монро на некоторых фотографиях вообще просто домиком брови. Давайте уж такую прямую стивилизацию делать не будем. Повторим только основную форму. Вот, например, очень важно, чтобы у нас бровь была длинная. Когда мы держим подбородок выше и смотрим немного вниз, она у нас должна прям направляться вниз, а не как мы привыкли повыше. Оставим эту линию и давайте немножко прорисуем тенями. Я беру здесь тот, который посветлее. Сначала прорисовываем четкую границу. Того, что мы уже нарисовали. Над светлым ведем линию. А теперь, так же, как в новых бровях, мы поднимаем брови штрихами и делаем их более пушистыми. Просто раскладываем уже по этой форме. Вот. То же самое со второй бровью. Следите за тем, чтобы у вас даже карандаш сразу ложился симметрично. Над розовой линией проводим новую бровь. И немножечко переносится, сводим и делаем более объемные. Готово! Давайте зафиксируем, пока у нас никуда наши брови не пропали. Прямо по форме раскладываем их щеточкой и фиксируем прозрачным гелем. Здесь вы с бровями можете так сильно, конечно, не стараться. Просто Марлин Монро у нас очень знаменита своими бровями. Мы не можем этот факт игнорировать. Уж брови-то мы любим. Ватную палочку теперь берем и стираем эту светлую границу от карандаша. Она очень легко стирается. И еще раз светлыми тенями давайте сгладим границу. С помощью карандаша дополнительно давайте высветлим нижнюю слизистую глаза, чтобы у нас глаз был большой. Давайте сразу еще с его помощью высветлим у внутреннего уголка. И раз уж все равно нам эта процедура предстоит, давайте высветлим линию над губой. Она у вас у всех такая естественная есть. И чем она сильнее заметна, тем губы кажутся более объемными. Растушевать не забудьте, чтобы это не было белой полосы. Когда мы накрасим губы, они у нас будут выглядеть чуть-чуть более вывернутыми. Если вы только начинающая дева, я могу предположить, что вы можете испугаться накладных ресниц. Но они нам, женщинам, позволяют очень-очень-очень пользоваться ситуацией. Но если вы пока боитесь, ну попробуйте хотя бы дома ради интереса. Накладные ресницы вообще многоразовые. Если вы сможете их снять без воды, а просто стянуть, обычно с этим не бывает никаких проблем. Сможете их использовать не один раз. Примеряем реснички и смотрим, как они нам по размеру. Давайте попробуем сразу приклеить. Клей наношу сначала на руку. Если вы не знаете, как пользоваться накладными ресницами, посмотрите, пожалуйста, специальный урок про них. Про накладные реснички пока экспресс. Клей наносим на руку или на любую другую поверхность, где он сможет у вас подсохнуть. Вот так накручиваем реснички на пальчик и немножко разглаживаем их. Они всегда очень загнутые. Лучше их немножко вот так раскрутить обратно. После чего мы промакиваем клеем и немножко ждем, пока клей там подсохнет, чтобы он у нас быстро схватился. Заводим за реснички. Я всегда за прокрашенные свои ресницы, потому что они будут каркасом держать вам накладные. И приклеиваем. Кладем сначала в центр и раскладываем боковинки. Оп! Вообще идеально сели. Сразу. И что очень важно, постарайтесь ваши реснички немножко направить вниз. Вторую приклеиваем. Сразу говорю, что не тешьте себя надеждой, что вы себе накладные ресницы как-то очень невероятно красиво приклеите с первого раза. Со второго-третьего уже более реально. Здесь надо приноровиться. Когда подсохнет, немножечко вот так вниз поприжимайте. Кайф! Раз приклеили ресницы, давайте красить стрелки себе. Выдергиваем этот маленький дозатор и выдавливаем себе немножко подводки. Здесь мне тоже нужно будет маленькое зеркальце. По линии рост ресниц. Растягиваем стрелочку, которая у нас более широкая у внешнего уголка. К такому типу подводки, конечно, я вам могу сказать, что нужно приноровиться. У меня первый раз вообще не получилось ничего хорошего. Зато потом вообще прям за пять минут идеальные стрелки себе начала лепить. Второй глаз. Главное, не выдавливайте слишком много. Вот я сейчас выдавила слишком много. Смотрите, я его на руку и просто с руки снова набираю. И будет вам идеальная линия. Его вообще совсем чуть-чуть нужно. Стрелочку мы здесь не задираем. Даже можно сказать, что немножко вниз ее тянем. Готово. Здесь на самом деле еще много, поэтому можно закрыть его. И потом еще парочку раз-то точно можно использовать. И наша дорогая бархатная невероятная помада. Наносить буду кистью сразу от руки. Старайтесь сразу немного скруглять форму. И второй слой уже предельно четко. Что не говори, а красная помада прям решает. Мне сразу захотелось как-то выпрямиться. Сделать такой прищур, как будто я прям, знаете ли, ах. Я возьму немножко отсюда вот это серо-бежево, смешаю их. И сделаю коррекцию лица. Можете сделать обычным средством. Можете взять это. Я просто не хочу тянуться лишний раз, искать себе дополнительное средство. Когда у меня тут уже все есть. Подбородок. Боковые поверхности шеи. Большой кистью немножко растушевали. Можете припудрить, если хотите. Можете и не пудрить. Давайте немножечко пройдемся по волосам. У меня здесь никаких укладочных средств особенно нет. Кроме сухого шампуня. Это для объема у корней. Просто накрученные назад локоны. Давайте теперь все немножечко расчешем. И дополнительно начешем у корней. Все назад просто. Я не буду делать из себя точную копию у Марлин Монро. Потому что, а, мне хочется с ее макияжем остаться все-таки собой. Б, ну, как бы у меня волосы-то почти до попы. Поэтому короткостриженную мэрлин из меня сложно сделать. Начесываем. Немножечко так. Сразу его выравниваем, счесываем и перекидываем на одну сторону. Подбивайте просто сюда немножечко пальцами. Расчесать. Вот вам, пожалуйста, эта верхушка уже получилась. Здесь тоже немного начесать. Не бойтесь своих волос. Они никуда от вас не убегут. Ничего с ними не случится. Расчешите локоны. Где моя расческа? Интересно. Так, немного причешу. Здесь, конечно, ангел-тизер был бы идеален. Но вот что-то я его не вижу. Мушку мы забыли. Мушку в стиле Мэрлин Монро. Вообще, конечно, мушка это не самая актуальная вещь. Но раз уж мы говорим о Мэрлин, давайте ее все-таки поставим. Как раз у нас для этого есть немного подводки. Ну что, дорогие мои дивы. Конечно, я не точная копия Мэрлин Монро. И, наверное, ей не нужно. Все-таки нужно оставаться самой собой. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Это наш день. Я вам желаю стать еще более уверенными в себе. Чтобы вы не боялись открывать что-то новое для себя. Новый цвет волос или новый город. Главное, никогда не переставайте быть женщиной. Никогда не переставайте ценить себя и уважать себя. Потому что, если не будете уважать вы, не будет уважать никто. Мамочки, я сейчас заплачу. Короче, с 8 марта я, хоть и говорю сейчас это айфон, но я знаю, что я говорю это лично каждой из вас. Потому что я с вами знакома. Блин, черт. Началось. Потому что я вас вижу. Я к вам приезжаю в гости в каждый город. Вы приезжаете ко мне в офис в гости. И я очень горжусь всеми вашими успехами. И то, что у вас получается. И ваши мужчины просто должны носить вас на руках. Но для этого тоже, знаете, нужно немножко постараться. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что у вас получится макияж выкладывать в инстаграм. Потому что очень мне хочется видеть ваши успехи. Еще раз напоминаю, что если вы смотрите это видео, то все коробочки Крыгина бокс уже проданы. И уже уехали к своим обладательницам. Бонус для тех, кто не успел купить коробочку. Это вот эта прекрасная брошь. Символ нашей с вами красоты бесконечной. Скоро будет тоже продаваться на сайте в разделе сувениры. Они такие крутые эти брошки, что мы их заказали еще. И они будут у нас теперь постоянно продаваться в сувенирах. Еще раз напоминаю, что в карточке есть вся информация. Есть комментарии по каждому продукту. Вся информация также есть на моем сайте или на krygino.com в разделе krygino.box. И здесь все сайты. Вот, например, очень часто задаваемый вопрос, где купить мак. Его нет в моем городе. Мак запустил невероятно крутой интернет-магазин. И весь ассортимент мак вы можете заказать себе по почте. Получился у меня такой Total Red. Красные губы, красные губы, красное платье и идеальный красный маникюр. Если говорить конкретно о Мэрлин Монро, я бы вам хотела вот что важное сказать. Красота красотой, и макияж макияжем, и волосы вы причешете или не причешете, и 80 карат бриллиантов наденьте или наденьте. Главное, не забывайте свою улыбку. Потому что не была бы Мэрлин Монро такой дивой, которую мы все ее запомнили, без своей очаровательной, непосредственной жизнерадостной улыбкой. Так что всех целую. Всем пока с 8 марта и улыбайтесь.